Глупая. Там ведь анкеты. Ну? А что он напишет в графе отец? Если даже его мама не знает, кто его отец. Настоящий мужчина это тот, кто любит всех людей и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И нужно учиться любить и учиться ненавидеть. Вот эти самые главные предметы в жизни. Завтра же во всех девичьих уборных поставить новые зеркала. Кокоток будем растить? Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы вряд ли представляете, что это такое. А разве можно спорить с гением? Можно. И нужно. Истина должна проверяться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин и всегда очень сердился, когда живую истину стремились переселить в чугунный абсолют. Ну, а как ты себе представляешь счастье? Любить и быть любимой. То есть я не о какой-то необыкновенной любви. Я говорю, пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И чтобы мы жили дружно и умерли бы в один день, как говорит Грин. Вик, это ведь мещанство. Я знала, что ты так скажешь. Нет, это это не мещанство. Это нормальное женское счастье. Мама, ведь это несправедливо. Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо запомни. А как же человек? Человек вообще? Человека вообще нет. А есть только гражданин, который обязан верить. Верить! Завтра перед всей школой, как перед всем народом, отречешься от своего отца. Я тебя предупреждала! Я тебя предупреждала! Я тебя очень люблю, но если ты еще раз ударишь меня, я уйду насовсем, слышишь? Немедленно марш на свое место. Живо! Не смейте! Не смейте говорить мне ты! Никогда! Меня из партии исключили. Из родной партии. Все не так. Ты что? Зачем? Какой тяжелый год. Да. Приезда автора создатели картины ждали с ужасом и трепетом. Ведь выпуск дипломной работы студентов ГИКа в прокат зависел только от ответа Бориса Васильева. Он приехал, с сжатыми зубами поздоровался. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Пошел в зал, сел, впереди все остальные. Мы сидели сзади. Посмотрел то, что снял Юра Карр и смонтировал вот эту курсовую, ее объединенную с дипломной работой. Зажегся свет в зале. Он не поворачивается. Пауза такая. Вот так медленно, медленно, медленно он стал поворачиваться. И у него щеки были залиты слезами. Кто это снимал? Это вот этот вот. Мальчик круглолицый. Луноликий. Юра Карр говорит, только он. И больше никто. Он вышел со слезами на глазах, бросился в коридоре. Где? Покажите, покажите мне ее. Его спросили, кого? Говорит, искру, покажите мне искру. И я так прям по стеночке. Мне кажется, я растеклась. Я прилипла к этой стенке. И все раступились. Я осталась одна. И он подошел со слезами на глазах. И он такой волевой походкой. Я, честно говоря, очень сильно испугалась. Я не поняла, что я сделала не так. И он подошел, взял меня, встряхнул вот так вот за плечи. И сказал, спасибо тебе. Но я же не знал, что написал такую искру. Поцеловал меня три раза. А я подумала, ну все, свой Оскар я уже получила.